Ну что же, мы теперь звоним ландшафтному архитектору, консультанту муниципалитета Амстердама, основателю бюро Novascape, консультанту фонда креативных индустрий Нидерландов, господи, консультанту фонда креативных индустрий Нидерландов, Еве Родионовой. Ева, привет. Хоя Морган, здесь ли вы? Ева, ку-ку. О, звук работает, добрый день. Ева, хоя Морган. Хоя Морган. Классно выглядите. Спасибо. Ну что, карантин красит. Не всех. Как у вас дела в Нидерландах? Все с теми же обстоятельствами, широко известными всем. Ну, мы уже можем гораздо больше выходить. Мы не были никогда так ограничены, как Италия или Испания. Поэтому мы посещаем парки. У нас есть большое преимущество, и любые все парки открыты. А музеи когда откроются? Музеи открываются с 1 июня. А, уже совсем скоро. Еще пара недель остается. Но они могут принимать 30 посетителей, ну, что называется, включая персонал, введено временно. Поэтому у них очень много проблем, как они это будут делать. Да, а еще я знаю, что в Вене музей тоже открывается вот совсем скоро, буквально, ну вот, типа, конец мая или начало июня. И они будут брать пока с посетителей столько, сколько они могут заплатить. В общем, все как-то... Австрите более гуманные. Голландцы обычно более практичны. Но умру считаете кальвинистом, пишут они, наверное, в своих завещаниях. Отсюда все и происходит. Ну что же, вы про парки сказали, конечно же, не случайно. Это был такой нам уинг-уинг, подмигивание в камеру. Я предлагаю вам рассказать про нашу необычную связь, вернее, совершенно предсказуемую связь Лефортова и Нидерландов, но совершенно необычную в 2020 году. Я знаю, что история этого парка великолепна, но не для многих очевидна. Поэтому вы нам сейчас все расскажете, и мы другими глазами будем смотреть вообще на весь район Лефортова. Ева, пожалуйста. Спасибо большое. Сегодня я расскажу про парк Лефортова. Позвольте мне расширить мой экран. Я вам покажу. Дайте мне, пожалуйста, разрешение расширить экран. Дайте. Пока не дают. Давайте я начну без... Пока мы пробуем, так сказать, наладить связь. Я начну. Культурно-экономические связи России и Нидерландов имеют очень многовую историю и не ограничиваются известными темами. Но одной из самых интересных тем можно отнести садово-парковое искусство по голландскому образцу. И это, как многое другое, как вы знаете, было введено и внедрено Петром Первым. Но все-таки дайте мне, пожалуйста, расширить экран. Хост-дизейбл. Пожалуйста. Дорогие организаторы. Господа. Я продолжу пока что, пока я все еще не могу поделиться с вами красивыми картинками и фотографиями, отснятые из архивов. Включаю экран и у меня написано «Cost-disabled attended screen sharing». Отключите, пожалуйста, ваш запрет, я смогу делиться. Прошу прощения за технические накладки. Все не могу поделиться, теперь могу, наконец, поделиться. Спасибо вам огромное. Мне очень облегчили жизнь. Вы знаете, все эти накладки, они обычно, конечно, ужасно действуют на нас. Мы начинаем нервничать, а зрители нервничают, я думаю, вместе с нами. Итак, я делюсь с вами прекрасной презентацией, наконец. Я счастлива, что я могу ее показать. Забытый Версальный Яузи или Водный сад. Итак, культурно-экономические связи России и Нидерландов имеют многовековую историю. И эти увеселительные сады по голландскому образцу Золотого века были всемирно известны благодаря их строгим формам. Необычайному подбору растений, но самые известные их, самые известные. Хотелось бы понять, вы видите ли мои, я надеюсь, что вы видите, как я меняю экран. Сады были известны необычайными водными структурами, каскадами. И это необычайно привлекало, так сказать, Петра Первого, который посетил многократно Голландию. Он этим восхищался. Сады голландского образца отражали благосостояние и приобретенные знания городских купцов и бургеров. И в России частично сохранилось 4 голландских сада, которые по праву могут называться совместным культурным наследием. Сегодня я вам расскажу только об одном, но сады сохранились в Москве, сады сохранились в Санкт-Петербурге и сады сохранились в Ярославле, Сатурне. Наши культурные наследия, в следующий раз я могу рассказать подробно во всех остальных, сегодня мы говорим о парке Лефортово. Но прежде чем поговорить о парке Лефортово, нужно познакомиться с придворным лекарем Петра Первого Николаса Бидло, который был огромным и страстным знатоком растений, потому что он был сыном известного голландского ботаника и медика тоже Николаса Бидло. Но он родился в Амстердаме, закончил академию медицинскую и на каком-то этапе по приглашению Петра Первого он подписал контракт и выезжает он в Россию на служение Петру в качестве его личного врача. В 1703 году, с 1703 года и с 1708, он живет в немецкой Салободе и очень разнообразно и много ездит с Петром Первым. В мемуарах он потом писал, что он страшно устал, Петр Первый не нуждался ни в каком лекаре, у него было прекрасное здоровье. Ева, простите, пожалуйста, я вас перебью. У нас, кажется, проблемка. А вы меняете картинки у себя в презе? Да, я меняю и пишу, что я меняю, но не вижу, что... И мы не видим, что они меняются. А может быть, вы переоткроете? Я тот еще док... А вот, поменялось. Теперь у нас Петр и, видимо, Лефорт. Так, значит, смотрите, то, что мы пропустили, я показывала, это трактаты известных голландских того времени, голландские журналы со садоводствия. На их примере я показывала, что они, так сказать, уделяли огромное значение и растениям, и воде. Потом я перешла на придворного лекаря Петра Великого Бидлу, и вот сейчас рассказываю о нем. Что касается Бидлу, я остановилась на том, что он чрезвычайно устал путешествовать с Петром, и, в общем-то, его собственное здоровье его подвело, и несчастные Бидлу просят, отпусти меня обратно в Голландию, тебе не нужен, тебе не нужен врач, ты себя так и хорошо чувствуешь, а у меня уже, собственно, здоровье. На что Петр отвечает ему отказом и повелевает организовать первый госпиталь, который сейчас известен как госпиталь Лефортова или госпиталь Бурденко. И, соответственно, в 1707 году Бидла начинает строительство военного госпиталя и одновременно берет 50 студентов на обучение. Петр, чтобы немножко разукрасить жизнь Бидла, и чтобы он, так сказать, не возвращался в Голландию, дарит ему кусок земли на левом берегу Яузи. И когда Бидло занимается госпиталем, рядом с госпиталем эта земля, и когда Бидло занимается госпиталем, он одновременно планирует свой собственный сад. Так называемый Малый Эрмитаж. Он был не только врачом, но он был, как я уже сказала, необычайно хорошим садово-парковым специалистом. Он хорошо знал растения, он был прекрасным ботаником, и свои знания он решил воплотить на практике собственное и создает свой собственный сад. Все, что я сейчас вам покажу про Малый Эрмитаж, это все рисунки Бидла. В 1730 году он, наконец, пишет мемуары и подробно зарисовывает свой сад, и передает это все с объяснениями, и передает это все своим детям. Итак, в этом саду все напоминает о Голландии. Вы видите четкую структуру, чарующий вид на реку, очень контрастирующая, так сказать, вольность Яузы и четкая организация Бидла с необычайными огородами, четкая структура воды и павильонов. Это вид, собственно, на Яузу тогда и на Преображенскую Слободу. Он четко, смотрите, он четко все документирует, пишет, где, что. Собственно, Бидла принес не только знания садово-парковые и медицинские в России. Бидла принес также искусство картографии и, безусловно, водной инженерии. Это вход в Бидлу, это все, собственно, рисунки, которые вы видите из Ляйденского архива. Это его вид со стороны Яузы на поместье Бидла. К сожалению, по мере развития города Голландский Эрмитаж, сыгравший огромную роль в развитии садового искусства в Москве, как мы увидим впоследствии, абсолютно бесследно исчез. И теперь на его месте разрослась территория госпиталя. К счастью, сохранились вот эти рисунки Бидла и очень подробное описание. Это вы видите с его рисунки, с сады птичьего полета, его усадьбы. Здесь написано, что это госпиталь и вот это вот вид на Яузу. Такой прекрасный сад. Бидло писал о том своим детям, что работа на земле абсолютно необходима, чтобы обеспечить нас пищей как насущной, так и духовной. В здоровом теле, писал Бидло, здоровый дух, оставаясь абсолютно в первой инстанции медиком. И Бидло считал, что садово-парковое искусство способствует умиротворению и сохранению мира. А теперь мы непосредственно перейдем к парку Лефортова. То, что я вам сейчас показываю, это культурно-исторический атлас. Это необыкновенное совершенно исследование в области совместного культурного наследия, которое было инициировано после конференции архитектурного наследия и ландшафтно-парковой архитектуры 2011 года. И был сделан колоссальный культурно-исторический атлас Лефортова с помощью основной работы, совместной работы Департамента культурного наследия Голландии, Москвы, Бюро ХНС, участвовало также Бюро Новоскейп и при поддержке культурного фонда культурных креатив. Итак, смысл атласа, я вам сейчас подробно расскажу, и мы посмотрим с вами также фильм на эту тему. Смысл атласа был больше для голландских исследователей определить многочисленные ценности аспекта парка. И что голландские специалисты считают, и до сих пор мы все считаем после этой работы, что это прекрасная база для принятия дальнейших решений по реставрации, а главное по новому содержанию парка, по взаимодействию с окружением и по новой его программе. В конце я вам там ссылки на русскую версию этого атласа, если кому интересно, можно будет скачать и почитать. Парк Лефортово, если он хорошо известен для людей, которые живут в округе, если спросить среднестатистического москвича Парка Лефортово, да, мы слышали, а где он? Первое, что приходит в голову, Баманский институт, никто не знает, какое метро, Лефортовский госпиталь. В общем, фактически парк известен для местного населения, окружающих районов, но не для всех, так сказать, жителей Москвы. То, что вы здесь видите, это старые фотографии и довольно новые фотографии. Использование парка неоднократно менялось. Я бы сказала, у него очень многослойная история, которую мы сейчас рассмотрим. Очень интересно отметить, что всегда, безусловно, была популярна вода, которой в Лефортовском парке было много, всегда много, а на периоде Растрея еще больше. Итак, мы переходим к периоду первому, сад Лефорта или Головина. От этого периода у нас, к сожалению, осталось очень мало документов. Это река Яуза, то, что вы здесь видите. Это усадьба Головина, а это уже к тому времени существующий дворец Лефорта. Центр Москвы у нас в той стороне, Кремль слева. Итак, первый период. Мы не знаем, кто занимался проектированием вот этой усадьбы Головина. И, собственно, есть некоторые свидетельства отчасти, что уже к какому-то моменту даже к этой усадьбе приложил руку Бидло. Участок Головина спускался небольшими террасами. Как вы видите, река Яуз была очень широкая в этом месте. И на самой высокой точке стоял дом. И рядом имелся прямоугольный пруд для форели. Этот пруд сохранился до сих пор. Мы его очень хорошо можем увидеть в Лефортовском парке. Итак, параллельно реке выстроились хозяйственные постройки, конюшни, фруктовые сады. Все было, в общем, очень вот так вот скромно, но очень рационально. Поэтому это заставляет нас думать о том, что Бидло к тому времени уже смог посоветовать Головину, как это организовать. На каком-то этапе Петр приобретает этот кусок. И мы переходим к вам следующему периоду, периоду Бидло. Итак, вы видите, это сад, окруженный известным вокруг дворца Лефорта, известного компаньона и друга Петра Первого. Это Головинская усадьба. В 1721 году Петр распоряжается, после того, как он посещает сад Малый Эрмитаж Бидло, проводит там большое количество времени, восхищается водным садом. И вот через некоторое время, в 1821 году, он повелевает превратить Головинскую усадьбу на Яузе в новый водный сад с дугообразными мостиками, искусственными островками, вольерами для птиц. В 1722 году Бидло приступает к проектированию, а в 1923-1924 уже начато строительство. На исторических документах можно найти пометки Петра, который очень внимательно следит, какие сорта деревьев высаживаются, заменяет их, дает рекомендации. Очень он, так сказать, подробно участвует в проектировании и в строительстве своей собственной резиденции. Итак, что делает Бидло? Бидло проводит две очень интересные оси. Одна ось идет вдоль реки и выделяет нижнюю часть сада, которая, соответственно, ложится вдоль реки и становится частью реки. И закладывает основу стать общей с водной частью Лефортовского дворца, вернее, дворца Лефорта, извините, и водной частью этой резиденции. И помимо этого он закладывает оси, которые смотрят от построек и дома Головина в сторону по рельефу. Таким образом, он выделяет две террасы при пойменную часть парка и первую террасу, которую он использует для каскадов, фонтанов, водопадов, создает удивительный совершенно водный сад с искусственными островами. То, как хочет это видеть Петр. Вот вы видите на этой реконструкции, это к тому времени довольно небольшой госпиталь. Здесь земля, выделенная для малого эрмитажа. Здесь малый эрмитаж. А это резиденция Петра и, так сказать, сад Лефорта. Через некоторое время, как мы знаем, Петр умирает, но Анна и Анна распоряжаются и говорит, просит Бидло, чтобы Бидло объединил и расширил водный сад и создал общий сад между дворцом Лефорта и резиденцией Петра. Этот, так сказать, промежуточный период самый интересный и самый объединенный с рекой. Здесь река Яуза имеет абсолютно центральное значение. Водные сады и водные организации, и все, так сказать, все искусство голландских садов здесь представлено во всей широте. К сожалению, этот период продлился недолго, и мы переходим очень плавно. Вот видите, какой красивый общий сад, почти достиг уже госпиталя. К сожалению, на каком-то этапе мы видим, что Анна распоряжается, приглашает Растрелли, и сад отворачивается от реки и идет в сторону огромного портера. Что делает Растрелли? Растрелли изменяет, расширяет водную систему. И на следующей карте это хорошо видно. Он, извините, отводит воду из реки Синички и обводняет весь свой шикарный портер, строятся новые дворцы, естественно. Это становится огромным Версалем на Яузе, огромной резиденции. Водная часть отходит, она более скромная, она отходит как бы на заднюю часть, сад отворачивается и поворачивается к своему прекрасному, огромному портеру. Этот период продлился до 1750 года, затем со сменой царей происходит некоторое, так сказать, запустение, романтизм, но самое ужасное влияние оказал тот самый смерч, который пришел в 1904 году и полностью унес Анинговскую рощу, что, собственно, предопределило современные контуры Лефортовского парка в дальнейшем. То, что мы видим, мы видим, что на советских картах, что размеры Лефортовского парка сужаются, он становится все меньше и меньше. Еще виден дворец, но дворец уже, в советские годы въезжает в бронетанковая академия, он до этого был уже отдан военным, но, тем не менее, имел некоторую связь с парком. Сейчас, соответственно, дворец полностью свою связь теряет, это абсолютно закрытое помещение, никто не может посмотреть и посетить бронетанковую академию, кроме, соответственно, учащихся. И здесь вырастают очень серьезные заборы, и эта часть полностью парка отделяется. Но самое интересное, я вам расскажу во второй половине, что происходит с рекой, потому что река тоже сильно меняется, и полностью исчезает связь парка Лефортова с Яузой, которая когда-то была необычайно важной. Вы видите, что город уже отъел огромные кусочки от парка. Собственно, когда период расстрелия, парк в четыре раза больше, вы видите, что сейчас остались очень маленькие зеленые массивы, и, собственно, парк, вот он опять фактически в границах спроектированного парка битва. Я вам хочу сказать, что культурно-исторический атлас – это необычайно серьезная работа была проведена и была проанализирована, разные слои исторические, и в том числе, например, была отдельно анализирована водная структура, что происходило, как она расширялась. Очень интересно заметить, что сначала, опять же, как я сказала, на все было связано с рекой, потом необычайное расширение, рост, использование дополнительной воды из речки притока Яузы, речки Синички, и, безусловно, когда вы используете такое количество воды для парка, Яуза уменьшается, и в период романтизма видно, что Яуза сильно измельчала. И в советский период происходит катастрофические изменения с Яузой, и парк абсолютно отрезан от воды. Помимо этого, очень интересно увидеть также эволюцию зеленой структуры. Вы видите, что прибидло – это небольшие усадьбы, Растрелли – это огромный Версаль, романтизм – это разрыв зеленой структуры, ну и, соответственно, после смерти, полное ее стирание из города. Город с радостью застраивает эту территорию. И сейчас мы опять возвращаемся почти к такой же зеленой структуре, как была создана тогда Бидло. Структура дорожек была также проанализирована. К этому я сейчас вернусь, покажу вам реликтовую карту. Безусловно, сохранены основные заложенные оси и дорожки, которые заложил Бидло. Это очень интересно посмотреть на реликтовой карте. От структуры Растрелевской планировки остались, в принципе, только большие квадраты, которые заняла застройка, и то не совсем повторяющие их. Как вы видите, вот изменение застройки. Сначала это была небольшая резиденция, затем большое количество дворцов, павильонов, летних домиков. Период запустения. И в наше время это огромный город, среди которого мы можем с трудом найти наш Левордовский парк. Итак, это карта реликтов. Культурно-исторические элементы, отмеченные по разным временным слоям, о которых я вам рассказывала. Розовый и голубой – это самые первые культурные временные слои. Головинский и Бидло. Вот интересно отметить, о чем я говорила, что заложенные оси Бидло сохраняются. Это основная аллея нашего парка, которая хорошо сохранилась, которую мы видим. Это советское внедрение, когда в советский период с большим удовольствием все парки отдавались под спорт, и в каждом парке был построен стадион. Эту участь точно так же не избежала Левортова, но надо сказать, что спортивный стадион в парке сделан с необычайной чуткостью к ландшафту и очень хорошо вписан в рельеф. Оранжевый период – это период Анингов, и вы видите, что Анинговский канал сильно уже нарушен, он был симметричный. Сейчас он называется «Сапог». «Сапог» носит это название, потому что довольно долго, так сказать, это отвечало эстетике функции, которая была в дворце. На данный момент дворец пустует, бронетанковая академия выехала, и это рождает некоторые надежды на то, что дворец снова будет до какой-то степени объединен с парком, и это может быть каким-то необычайным общим дворцово-парковым комплексом. Смотрите, еще раз вернусь к водной структуре, которая нас интересует гораздо больше, потому что это основа голландского наследия, основа голландского садово-паркового искусства, бидло. Это старая граница бидло, и вот эта вот часть, видно, что она фактически очень хорошо сохранилась, и Головинский пруд из первого периода, и все сады, простите, пруды, построенные бидло. Я хочу отметить, что у нас сохранились очень интересные здания вокруг, еще нельзя исключать, что здесь стоит университет Баумана, который тоже очень интересное архитектурное, по архитектуре здание. Парк имеет, он окружен этими зданиями и имеет некий потенциал быть с ними обратно связанным, хотя никаких связей сейчас нет, ни с одним из этих зданий. Нужно еще отметить, что очень хорошо сохранилась топография, рельеф, с которым работал бидло, то есть вот эта вот естественная терраса, речная терраса, она никуда не делась, и, слава богу, не была ни срыта, ни изменена, и это помогает нам полностью восстановить, или, по крайней мере, видеть остатки, хотя и запущенные, сада бидло. Сейчас я вам предлагаю, для того, чтобы полностью оценить всю работу над культурно-историческим атласом, посмотреть ролик, фильм на 7 минут, а затем мы с вами посмотрим на парк с другой стороны, со стороны города. Лефортово. Забытый Версаль на Яузе или водный сад Николаса Бидлоу. С момента своего создания парк пережил несколько реконструкций и радикальных перемен. Из частного сада он стал резиденцией императоров, из дворцовой территории, госпиталем и военным училищем, чтобы, наконец, делаться городским парком. История Лефортова тесно связана с историей немецкой слободы. В 1652 году царь Алексей Михайлович отвел земли для новой немецкой слободы на правом берегу Яузы. При Петре I она становится центром политической жизни России и превращается в аристократическое предместе Москвы. Парк Лефортово обязан своим возникновением админанию адмирала Франца Лефорта, близкого друга Петра Великого. Имение Лефорта располагалось на левой стороне Яузы, недалеко от немецкой слободы. Это был большой деревянный летний дом с садом и прямоугольным прудом. После смерти Лефорта усадьба перешла к графу Федору Головину, который укрепил и расширил дом по проекту Дмитрия Иванова. Николас Битлоу прибывает в Москву в 1703 году по приглашению Петра I, чтобы стать его личным врачом и основать госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение. Госпиталь сейчас носит имя Бурденко и все еще располагается рядом с парком. В 1707 году, после завершения строительства, Битлоу становится инспектором госпиталя и преподает в школе при нем. Он селится на левом берегу Яузы, где проектирует собственную усадьбу с садом. Император был вне частым гостем, а в 1723 году повелел Битлоу перестроить все Головинские сады в соответствии с единым планом. Сады тогда состояли из двух частей – садо-усадьба Головина на высоком левом берегу реки и портеро дворца Лефорта на более низком правом. Битлоу должен был объединить их в одну композицию. Благодаря его усилиям появился единый парковый ансамбль. Проектируя свой парк, Битлоу оригинальным способом использует природный рельеф и водные ресурсы и добивается того, что новый сад гармонирует с окружающим ландшафтом. Важным в его проекте было соединение с Яузой и ориентация на нее при помощи низкорасположенного водного сада, тесно связанного с рекой. Аллеи деревьев, рощи и зеленые пергалы создают несколько кабинетов. Дом с площадью перед ним и прилежащий постройкой – это тоже кабинет, как и Головинский пруд с партерным садом. Петру Великому, вероятно, уже не удалось увидеть законченный проект. В 1725 году он скончался. В первые годы после смерти Петра парк продолжал развиваться в прежнем направлении. При Екатерине I и Петре II он оставался императорской резиденцией. В 1730 году на престол вступает Анна Иоанновна. Новая императрица специальным указом повелевает усовершенствовать и украсить Головинский сад. Проект преобразования садов в барочном стиле сделал для нее расстрель. На этапе от плана Бидлоу до плана расстрели парк расширился, и очень важно то, каким именно образом произошло это расширение. При Петре усадьбы на разных берегах планировались раздельно. Их объединяли только две пересекающиеся зрительные оси и водная переправа. Теперь из двух комплексов получился единый ансамбль, а его смысловым и композиционным центром стала Яуза. Но этот период продлился всего несколько лет. С реализацией плана расстрели акцент сместится. Из-за существенного расширения пространства парка вверх по склону Яуза перестанет служить связующим элементом, и это идет на второй план. В ряду с расширением гидросистемы и строительством огромного парка расстрели проектируют в парке дворцы, зимний и летний Аннингов, резиденции для императрицы. Расстрели сделал важный концептуальный шаг, переориентировал проект так, чтобы его центральная ось оказалась обращена на дворец перпендикулярной реке. Дворец Головина уступил место обширному дворцовому комплексу с видом на пруд. Расстрели добивается объединения старой части парка с новой, продолжая использовать систему масштаба, взаимствованную с плана Бидло, выравнивая барочную основную ось относительно старой поперечной оси водного сада. Дворцы паркового комплекса в этот период неоднократно перестраивались, страдали от пожаров. Новая императрица Елизавета вернула парку имя Головина и не стала восстанавливать сгоревшие дворцы предшественницы. В XVIII веке начинается новая эпоха. Многие загородные усадьбы и парки переделываются по новой моде, ей же следует Элефортова. На топографических картах конца XVIII – начала XIX века хорошо видно, что восьмилучевка барочного плана расстрели уже практически стерта, уступив место пейзажному парку. В 1796 году Павел I превратил Екатерининский дворец в казармы и приспособил большую часть парка под плац и другие военные нужды. Затем перестраивается и укрупняется госпиталь, а дворец на другой стороне реки передается ремесленному училищу, которое впоследствии станет университетом имени Баума. От Энингофа расстреля Версаля на Яузе спустя полвека практически ничего не остается, а водный сад Бидлоу и тогда сохраняется почти без изменений, хоть и приобретает некоторые черты ландшафтного парка. К нашему времени барочный парк расстрелей почти полностью поглощен растущим городом. Об огромном Версале на Яузе напоминает только дворец, который возвышается за стеной военного комплекса и остатки канала. Старый водный сад еще вполне узнаваем, но сильно поврежден. Северная часть парка отделена от дворца и его окружения, там обосновались военные. Та часть парка, что сегодня открыта для публики, примерно укладывается в границы плана Бидлоу Петровского периода. Правда, в нынешнем городском саду ничего не осталось от пышного декора, свойственного эпохи Бидлоу. Мосты, павильоны, водные сооружения исчезли или сохранились в сильно поврежденном виде. Но самая трагическая перемена – утрата взаимосвязи между парком и рекой Яузой, которая была когда-то главной артерией парка Лефортова. Водный парк перестал быть водным, и из-за этого из парка исчезла его душа. Часть парка со стороны реки стала автомагистралью, а Яуза превратилась в канал, запертый между двумя высокими бетонными стенами. Несмотря ни на что, парк Лефортова, пусть и запущенный, в городе по-прежнему любят. Тем более, что другой зелени в окрестностях почти нет. Значение зеленых легких города неминуемо будет расти. Возможно, это даст новые шансы на восстановление исторической связи с рекой Яузой. Лефортовский парк сыграл уникальную роль в истории российской царской династии. Императора Петра I и голландского врача Бидлоу с его многогранными талантами объединили здесь страсть к садовому искусству. Так загородная резиденция превратилась в парк Лефортова, и важность этого места невозможно переоценить. Наследие Бидлоу должно играть ключевую роль во всех будущих изменениях. Разумеется, полная реконструкция сада по плану Бидлоу невозможна. Лефортова уже не старинное загородное имение. Теперь это городской парк XXI века, окруженный оживленными учебными, деловыми и жилыми кварталами. Новое время требует новых подходов к организации жизни в парке. Поэтому можно взять наследие Бидлоу за отправную точку и постараться активно развивать современный городской парк, придерживаясь духа его создателя – духа Бидлоу. Пять золотых правил Бидлоу. Первое. Водный сад. Максимально использовать в структуре парка воду, постараться восстановить его взаимосвязь с Яузой. Второе. Террасный сад. Разумно использовать и подчеркивать имеющиеся перепады высот в рельефе парка. Каждая из террас имеет свою тему, но они связаны между собой пространственно и функционально и объединены визуально. Третье. Кабинетный сад. Создание ясной структуры дорожек и зеленых элементов, которые обеспечат смену видов и игру впечатлений. Четвертое. Сад сюрпризов. Создание парка ощущений, сада, в котором задействованы все чувства. Он должен быть усладой для зрения и для слуха, обоняния и осязания. И последнее. В здоровом теле здоровый дух. Бидло был одним из крупнейших медиков своего времени. Он считал, что связь человека с природой благотворно влияет на здоровье. Это до сих пор так. В парке можно заняться спортом, подышать воздухом, найти прохладу летом, чистоту зимой и хорошо отдохнуть в любое время года. Итак, я с вами опять. Вы видите мой экран? Экран не видите. Еще раз я поделюсь экраном, с вашего позволения, чтобы было его видно. Я надеюсь, сейчас видно экран. Я его не вижу, вижу только себя. Хотелось бы рассказать о виде свой экран, господа организаторы. Итак, Лефортовский парк в сегодняшнем контексте хочется сказать, что он необычайно зависит от того, где и как, где расположен парк в марсабе города. Я все еще не вижу свой экран, к сожалению. Я его не выключала, господа. Еще раз я сейчас делаю стоп-шеринг и делаю еще раз share-скрин по-новой. Зум говорит, что я его шерю, да. Я наконец слышу вас. А видите ли? Что-то мы не видим вашу презу. Вот сейчас вы видите мой экран, я надеюсь. Наконец, значит, простите за технические, так сказать, наработки. Всегда сложно поделиться фильмом в середине презентации в Зуме. Итак, очень коротко я вам расскажу, что для нас имеет большое значение еще для парка Лефортова. Лефортовский парк расположен на одном из самых больших притоков, Москва-реки, это Яуза. Если говорить о Яузе сейчас, то Яуза – это большая артерия для автомобилей с обоих сторон. Это двухполосное движение. Это очень малодоступная водная гладь, которая достаточно сильно загрязнена. Яуза не всегда так было. Яуза была достаточно живописной рекой. И на реке, как вы знаете, уже очень любили строить свои усадьбы. В том числе здесь была усадьба не только резиденции Петра, но и Разумовского, и многих других строгановской усадьбы. Это была красивая река. Река сильно изменилась, и реку можно видеть как умирающее дерево. Очень медленно река уменьшалась в объеме воды, загрязнялась. Надо сказать, что Петр здесь имел большое влияние, потому что он построил индустриальное большое количество заводов, и все заводы использовали реку в том числе. И в конце концов мы имеем реку, которая представляет собой канаву, загрязненную канаву. Вы видите, что вот наш парк Лефортово. Яуза занимает в старой границе Москвы одну четверть, это бассейн реки. Это одна четверть города, на которую влияла эта речка. Она имела больше 12 притоков разных. Все они довольно быстро или были к 20 веку все полностью убраны по землю. И у нас ничего не осталось, в том числе исчезла та самая синичка, о которой я говорила. Вы видите, как менялась зелень вокруг, ее становилось все меньше и меньше. И очень важно, что расширялись индустриальные территории, которые на данный момент сильно не имеют уже больше никакого значения или малого значения, потому что они почти все выведены за пределы города. Наш парк Лефортово расположен на удивительном совершенно проекте. Этот проект двойного водного кольца, который в 1937 году начато было строительство Ежовым, под руководством Ежовым. Планировалось четыре шлюза на Яузе, в том числе один построен, он существует здесь, чуть ниже Лефортово. И планировалось, что вода в Яузе увеличится, это будет водное кольцо, это исторические фотографии расширения и спрямления русла Яуза. Вот наш парк, и вы видите, что Голубым это новые спрямленные 9 километров. Этот утопический план, он не был закончен, Ежов был посажен, и строительство остановилось в 1939 году, но один шлюз они успели, как я говорила, уже построить вот здесь. Но вы видите, что все-все-все-все-все-все спрямления и все-все они имеют проблемы, и здесь у нас проблемы с водой, в том числе в районе Лефортовского парка. Это огромное исследование, я не буду вам рассказывать о нем подробно сегодня, я хочу только обратить внимание, нас интересует Лефортовский парк. Итак, наша Яуза стала бетонным корытом, по-другому это нельзя назвать, с плохим качеством воды и с абсолютно нарушенной связью, с большим количеством машин. В районе несчастного парка Лефортова проведено третий, выведено третье кольцо, и это страшная развязка. Тем не менее, мы каждый раз наблюдаем вдоль всей Яузы, до сих пор проблемы с водой, как только идут сильные дожди, в том числе, опять же, вот здесь, со стороны Лефортовского парка. Что предполагал план, который изучал и все аспекты, и не только водные, я здесь остановлюсь в основном только на водно-экологической, потому что мы хотим вернуться к нашему Бидлу. Водную систему предлагал парк полностью очистить и применить ту самую голландскую программу прогрессивную, которая сейчас связана с водой. Это дать реке в пределах города пространство, снять ограничения шлюзов, расширить все возможные притоки, на всех возможных притоках сделать зеленые парки, водно-зеленые парки и использовать всю эту территорию как большую зеленую очистную машину. В том числе, в этой машине играл бы огромную роль Лефортовский парк. Опять же, это исследование, основанное на голландских, так сказать, реалиях, на голландских новых программах. Если мы следуем Бидлу, если мы следуем нашим его заветам, то нас интересует роль реки. И сейчас к этому, особенно в условиях пандемии, все возвращаются. Реки и зелень – это центральные сосуды города, артерии его. Я сейчас вам покажу, собственно, что представляет из себя мастер-план предложенного тогда исследования и проекта, проведенного в том числе по заказу Департамента культурного наследия Голландии в нашем бюро. И, естественно, учитывалось историческое подоплека и голландское наследие. И фактически зеленый мастер-план включает все индустриальные территории, как зеленые или очистные для воды, а парк Лефортова приобретает необычный совершенно водный сад, который на месте, так сказать, первой водной террасы, которую использовал Бидлу, выступает в качестве уникальной экологической водной очищающей машины. Вы видите, что планировалось, что все машины уходят полностью под землю, парк объединяется с рекой и, так сказать, происходит полная идиллия, в том числе и для пешехода в этом районе. Помимо этого предполагалось, что парк может иметь связи, могут быть восстановлены водные сады и подходы Бидла, которые были в Малом Эрмитаже. Заканчивая этот краткий, так сказать, обзор позиций парка в городе, можно сказать, что водная система, хочу вам просто напомнить, она в 1730 году, река – это центральная часть. В наше время река абсолютно отделена, она не имеет никакого значения, и совершенно непонятно, собственно, как, ну, она фактически – это набережные автомобильных потоков, а река не имеет для города, не несет никакого значения, к сожалению, сейчас. И вот сравнивая старый, так сказать, водный сад Бидлу, его остатки, и новое исследование и предложение применить новые голландские технологии по водным садам, объединение реки, использование ее как основной артерии, я предлагаю вам просто подумать на эту тему. Уютный водный сад Бидла, по нашим всем исследованиям, все-таки побеждает великолепный барочный парк Растрелли, который был отвернут от реки. Нынешняя территория и планировка парка больше всего напоминает скромную усадьбу, которую тогда голландский врач проектировал для Петра. Творчество Растрелли очень важно для нас, и не надо его, собственно, забывать, но мы видим, что, возможно, нужно подумать о том, что, может быть, восстанавливать не все, а парк является необычайно динамичным организмом. И мы можем сказать, что временные слои при, так сказать, умном использовании могут нас навести на абсолютно новые идеи и реконструкции парка, не обязательно должно быть полным сохранением всех слоев, а может подразумевать использование водной голландской системы в виде абсолютно, так сказать, с применением новых технологий, новых адаптаций в 21 веке, применять голландскую водную технологию, но применять ее на другом уровне в этом парке. Как я и обещала, в конце лекции есть ссылка на русскоязычную версию культурно-исторического атласа. Помимо этого, если кому интереснее, есть ссылка на фильм «Лео Дубуре», это о Николасе Бидло и Петре, документальный фильм. И есть выставка на прекрасный совершенно аудиогид «Easy Travel», который рассказывает о всех четырех голландских садах. Спасибо вам большое. На этом я заканчиваю. Это была очень классная экскурсия. Я вместе с вами тоскую по ушедшей от нас Яузе. Вас очень хвалят в комментах к видео на YouTube. Очень интересно про Лефортова, разобразная подача, про стадион, согласно, корректно вписан. Великолепно. Ева, спасибо, можно получить ваш контакт. И очень интересно, познавательно. Спасибо, насколько все верно подмечено. В общем, все круто. Еще говорят, что получается, что и Петр, и Меншиков, и Лефорт были все ростом под два метра. Это я не знаю. Три уникума гиганта начала 18 века. Да, еще долго не будет земля русская знать таких. Да, Александра Третьего, наверное, таких гигантов. Не будет у нас во власти. Ну, видите, Петр отличался шикарным здоровьем, поэтому лекарь им был не нужен, и поэтому у нас прекрасный парк. Скажите, а в Нидерландах, в Амстердаме, какой у вас парк любимый? В Амстердаме у меня нет парка любимого. У меня есть парк любимый в Варнаме. Это огромный парк, который входит в город и соприкасается с лесом. Это огромный, он называется Сонспейк. И он имеет удивительную водную систему, которая сделана на основе простого рычага. И помимо этого есть водный музей для детей. А в Амстердаме, к сожалению, нет у меня любимых парков. То есть в главном нидерландском городе у вас нет любимого парка? Нет, у меня есть любимые улицы. Это немножко другое, потому что мы проектируем все-таки тоже и улицы, и есть любимые улицы, и есть любимые районы. А парков нет, потому что парки все, с моей точки зрения, в Амстердаме сейчас перенаселены, имеют большую очень антропогенную нагрузку. И, ну, безусловно, фонд был парк, центральный парк, один из самых интересных, он хорошо реконструировался. Но, тем не менее, по количеству использования, по количеству людей там, я бы сказала, что... Вы имеете в виду, что перенаселены там слишком много гостей в парке? Ну, видите ли, парк имеет антропогенную некую нагрузку, которую он может переварить, которую он не может переварить. С моей точки зрения, за счет того, что Голландия самая высоконаселенная страна Европы, густонаселенная, да, на квадратный метр. Особенно в пандемии мы видим, что все парки перенасыщены. Люди, это единственное место, куда они могут ходить. И сейчас очень хорошо видно, какие парки справляются, какие нет. Безусловно, все, что за пределами Амстердама, оно не настолько популярно, потому что нужно туда ехать. В Амстердаме проще. Но все большие парки, такой, как Амстердам Себосс, он справляется. Но, как бы, фондл-парк изначально классический, он, к сожалению, уже не справляется, но он действительно очень, да, он был красивым парком. Ну, я надеюсь, что вот то, что Нидерланды сейчас активно работают над сменой своего имиджа, начав со смены названия государства в общем обиходе, может быть, это приведет к тому, что люди будут приезжать не только в Амстердам и не только весело гоготать в известных кварталах, а еще распределяться по всей вашей изумительной стране, ну, и это все как-то рассеется и распределиться. Большое вам спасибо, это правда было очень классно. Спасибо вам за внимание. До новых встреч! Продолжение следует...